Сегодня Советский мировой суд огласил приговор подросткам, жестоко избившим 17-летнего молодого человека. Дать сдачи у него не было никакой возможности. Силы были неравны. Его руками и ногами избивали 11 человек. Расправа была зафиксирована камерами наблюдения. Подозреваемые были быстро задержаны. В избиении они сознались. Нафиса Менезова от точки в резонансном деле. Что-либо комментировать не хотели ни сами подсудимые, ни их родственники. Своё вино они признали ещё при задержании. В апреле этого года отпираться было бессмысленно. Избиение было зафиксировано камерой наблюдения. Конфликт произошёл на улице Вагапова в начале апреля. В итоге 11 подростков стали избивать одного молодого человека. Эти кадры разлетелись потом по всем социальным сетям. Попиющий. Очень даже. Не дай бог никому. Подростки не разбирали куда бить. Пострадавший даже не пытался встать. Затем нападавшие скрылись. Но искать их долго не пришлось. Подростки в возрасте 15 и 16 лет для выяснения обстоятельств были доставлены в отдел полиции. Как пояснили несовершеннолетние, с пострадавшим у них произошёл словесный конфликт. Пострадавшего молодого человека доставили в больницу. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести. Дело сразу передали в следственный комитет, позже в суд для рассмотрения. Несмотря на то, что нападавших было 11, уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью было возбуждено только на семерых». Остальным четверым же на момент жестокого избиения 17-летнего подростка не было и 16 лет. А значит, привлечь их к уголовной ответственности просто не могут. Однако подразделения по делам несовершеннолетних взяли их на учёт. Потерпевшая сторона просила прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон. Вред был возмещен, а прокурор был против. Среди подсудимых есть и те, кто уже судим. Одному из них 19, второму 16. У каждого условный срок за вымогательство и грабежи. Ранее не привлекавшимся к уголовной ответственности подсудимым просила назначить наказание в виде обязательных работ сроком от 140 до 200 часов. И поскольку двое из подсудимых ранее привлекались к уголовной ответственности и совершили данное преступление в период испытательного срока, государственное обвинение просило отменить условное осуждение и направить подсудимых для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима, а также в испытательную колонию. На последнем слове подсудимые раскаялись и просили их строго не наказывать. В итоге суд приговорил 19-летнего ранее судимого молодого человека к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства. Второго ранее судимого 16-летнего парня приговорили к стаче самобязательности в отношении остальных дел прекратили в связи с примирением сторон. Нафиса Минязова, Наиля Абдулин, Вызов 112. Происшествия и аварии, трагедия, героизм спасателей и сила закона в программе Вызов 112 на сайте tnv.ru и на ютуб-канале ТНВ. Подписывайтесь! Субтитры создавал DimaTorzok